Хранить чеки больше не придется. По запросу кассиры могут направить чек на электронную почту или по СМС. Новый порядок применения контрольно-кассовой техники вступил в силу с 1 июля. В Якутии на онлайн-кассы перешли более 4,5 тысяч организаций и предпринимателей, что составляет 73%. Юлия Великодная продолжит. Оборудование нового поколения позволяет владельцу удаленно контролировать товарооборот. К тому же такая технология избавляет от лишней отчетности. Так как все данные поступают в налоговую службу. Но для приобретения такой кассы придется раскошелиться. Стоимость начинается от 20 тысяч рублей плюс ежемесячная оплата за интернет. Страна должна знать, понимать, какой товарооборот в целом. Какие потоки, чтобы понимать, в конце концов, и в принципе безопасность страны. Поэтому, конечно, все новое, оно всегда притирается, скажем так, просто, наверное, больше с неизвестностью. То есть люди всегда пугают неизвестность, чем это будет связано. Есть, конечно, технические детали, связанные с интернет-доступностью, отдаленными районами. Это, между прочим, касается не только республики. Все данные о продаже товаров из Алдана, Вилюйска, Ленска, Мирного, Удачного, Айхала, Нерингри и Якутска будут поступать в налоговую службу в реальном времени. Во всех остальных населенных пунктах скорость и качество интернета не позволяют передавать данные. Но, несмотря на это, предприниматели все же обязаны приобрести онлайн-кассы. Конечно, Якутск, Алдан, Альянск, Мирный, Нерингри, в этих населенных пунктах уже достаточно долго работает система мобильного инструмента. Качество на уровне 4G, 3G. Что касается Вилюйска, конечно, есть определенные ограничения по связи. Ну, а если предприниматель по причине задержки доставки онлайн-кассы не успел подключиться к новой системе в срок, штрафные санкции подождут. Но при наличии чеков об оплате приобретенного аппарата. Чтобы юридические лица и индивидуальные предприниматели не были привлечены к административной ответственности, является то, что они заключили договор до 1 июля 2017 года на поставку контроля кассовой техники, они его оплатили и предоставили в курсе одного года. До 1 июля следующего года перейти на онлайн-кассы обязаны плательщики ЕНВД и предприниматели, использующие патентную систему налогообложения. Юлия Великодна, Евгений Рязанский, НВК Саха, Якутск.